С 12 мая в Московской области действует обязательный масочный режим. Это значит, что индивидуальные средства защиты необходимо использовать в общественных местах, при поездках на общественном транспорте и такси, а также когда вы идете в магазин или аптеку. На улицах Одинцова оживленно, несмотря на по-прежнему действующий в регионе режим самоизоляции. Наслаждаться весенним солнцем горожанам маска не мешает. По наблюдениям нашей съемочной группы, Одинцовцы средствами индивидуальной защиты не пренебрегают. Используют не только маски, но и перчатки. Средств индивидуальной защиты в аптеках более чем достаточно. Приобрести маску, если верить написанному, можно без наценки. А в государственной аптеке и вовсе по цене от 15 рублей за штуку. Для обладателей социальных карт стоимость будет еще ниже. Есть многоразовые, есть одноразовые. Одноразовые по цене от 15 до 29 рублей. Многоразовые 87 рублей представлены в двух цветах. Белые и черные на выбор, пожалуйста, по желанию. И также сейчас есть программа губернатора у нас для пенсионеров 65 плюс по социальным картам. Масочки по льготной цене 11 рублей при предъявлении социальной карты. Зоя Михайловна была вынуждена выйти из дома в аптеку. Необходимо приобрести льготное лекарство для мужа-инвалида. Спасаться от коронавируса женщина предпочитает дома в самоизоляции. А уж если выходить из безопасного места, то только в маске. В обязательном порядке. Это, во-первых, предохраняет и тот, кто вроде бы как на ногах этот вирус переносит, и тот, кто здоров. Это двойная защита. Юрий Михайлович, стоя в очереди с соблюдением социальной дистанции, размышляет. Носить маску, конечно, нужно. В отличие от введения штрафов за ее отсутствие. Принятие решения об ответственности за ношение масок и перчаток. Глази должна обеспечивать на бесплатной основе, я считаю так, этими масками и перчатками. По крайней мере, в тех местах, где это запрещено. Это магазины, общественные места, где было много скоплений людей, транспорт и тому подобное. Штрафовать нарушителей масочного режима планировали на 4 тысячи рублей, но пока принятие этого решения отложено. Многие скептически относятся к необходимости носить маску или респиратор в общественных местах, а ученые тем временем утверждают, использование средства индивидуальной защиты помогает снизить риск заболеть коронавирусной инфекцией и заразить ею других.